Сейчас я расскажу об этом яйце. Вот у нас яйцо, оно у нас лежало под курицей. Потом, когда я проверяла на неоплод, я увидела, что на нем трещина. Я сделал такой эксперимент. Я эту трещину заклеила вот так вот изолентой. Потом проверила и увидела, что цыпленок наш живой. И вот до сих пор он у нас живой. Вот там вот клювик, он у нас должен вот-вот вылупиться. Вот он у нас стучится. Он у нас жевелится и завтра должен вылупиться. Будем за ним наблюдать. Вот так он выглядит. Сейчас мы его охлаждаем немножко. А вот завтра будем проверять. Вот такое у нас яйцо. Так, а здесь у нас еще целый лоток стоит. Тоже мы проверяем на неоплод. Здесь вот есть кровяная система. Все яйца у нас живы. Будем ждать 30 мая. Так, а у нас там что-то стучит. Сейчас мы посмотрим, что там у нас в окно. А в окно к нам стучится наша кошка Ника. Вот она всегда, когда погуляет, приходит сюда и стучит по окну, чтобы ее впустили, чтобы про нее не забыли на ночь. Хотя на улице не холодно, но она всегда просится домой. Ника, Ника, ты пришла? Ника, тебе открыть дверь? Ну иди к дверям. Иди, иди сейчас пущу. Иди скорее. Ага, вот такое у нас плавное утро. Наша квочка вывела цыплят. Он уже учится пить, кушать и спят. Так, ну вот наши цыпы. Так, и какой-то вот из них. Нет, наверное, вот этот все-таки. В общем, у нас теперь три одинакового цыпленка. Я не знаю теперь, какой из них вылупился с яйца изолентой. Они у нас шустренькие такие уже. Вот, им уже сотки полные. Одиннадцать штук у нас вывелось. Двенадцатый, чтобы у него немножко желток не залез до конца и он умер. А так вот у нас наша молодец квочка вывела нам вот таких вот цыпушек. Продолжение следует...